Здравствуйте, наши дорогие! Верующих церковных христиан в любой стране меньшинство. Еще меньше их среди богатых и влиятельных людей, ну и совсем мало во власти. Иногда кажется, что никакого влияния в мире верующие христиане не имеют и иметь не могут. Голос церкви, призывающие к покаянию и духовному преображению, звучит тихо, но внятно. Тех, кто его слышит, мы с вами видим сейчас на экране. Июль – особый месяц для местных верующих христиан по всей Ирландии. 23 июля – день представления святой Бригитты Келдарской. И вот весь июль люди со всего нашего острова едут к ее источнику, который находится рядом с местом ее рождения, деревней Фогорт. Ну, конечно, номинальные христиане этого не делают. Они отмечают исключительно зимнюю Бригитту, день рождения святой 1 февраля. Отмечают световыми шоу, пивом, гуляниями, ну, как положено. А вот летняя Бригитта – это исключительно для верующих, которые сюда и собираются. Бригитта была ученицей святого Патрика, просветителя Ирландии. Она жила в V веке, и ее отец был местным князем. Она выбрала путь нищеты, монашества, проповеди, служения бедным и больным. Бригитта при жизни обратила ко Христу тысячи ирландцев и теперь творит много чудес и скоро оказывает помощь всем, кто с верой просит ее молитв. Бригитту очень почитают у нас и католики, и православные. В первое воскресенье июля верующие католики собираются на месу и крестный ход вот сюда, к источнику святой Бригитты, в республику Ирландии. Впереди крестного хода несут частицу мощей святой Бригитты, которая остальное время года хранится в соборе в городе Дондалке. Во главе крестного хода идет католический епископ Кардинал. Он объявляет очередное событие из жизни Спасителя, кратко говорит о его смысле, а дальше все хором читают молитву Отче наш и затем десять раз подряд Богородице Дева радуйся с прибавлением каждый раз прошения. Пресвятая Богородица, моли о нас грешных ныне и в час смерти нашей. После воскресной литургии у нас в Ньюри, в Северной Ирландии, мы вместе с нашим священником, отцом Георгием Завершинским, отправились к источнику святой Бригитты. Мы приехали для того, чтобы совершить у источника молебен, попить святой водички, ну и вообще помолиться святой Бригитте. Песня. 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 И помощь подогещи, святая преподобная Вредит Ирландская, молит Христа Бога спасти себя душам нашим. Только мы закончили наш молебен, как начался крестный ход. И это такое счастье, что мы на него попали. Заранее мы ничего не планировали, все вышло совершенно спонтанно. Вот так мы получили еще и редкую возможность приложиться к мощам, которые специально для этого в этот день вынимали из ларца, в котором они хранятся. И вот такие мысли пришли нам по дороге домой. Римский философ и поэт Синека говорил когда-то, простой народ считает религию истиной, мудрец ложью, правитель полезным изобретением. И правда, какие бы хорошие или плохие законы не изобретали правители, их цель всегда лежит в области земной выгоды. Ну, кто же будет принимать закон, не приносящий выгоды тем, кто его принимает? И даже если какие-то законы преследуют цель дать людям земные блага, другим они обязательно дадут деньги и власть. И нет большой разницы, в какой обертке преподносят нам правители свою полную власть над нами, в безбожной или в религиозной. Результат, увы, один – лишение людей духовной свободы и возможности настоящего духовного роста. Ну, не только духовного, финансового тоже, но это уже другая тема. И вот церковь – это единственная сила на земле, которая может этому противостоять. Как противостоять? Церковь учит людей покаянию и молитве. И вот этот личный духовный труд способен менять мир. Это и есть самое эффективное средство борьбы с безбожием и даже с откровенным сатанизмом, который навязывают людям земли правители во всем мире. И вот такие христиане, которые серьезно занимаются своим духовным ростом, или, как мы говорим, делом спасения, есть в каждой точке мира. Они не кричат с трибун, не пиарят себя и свой образ жизни, не навязывают ничего другим, но они есть. И они как маяки в этом безумном мире. И сами того не осознавая, люди вокруг них меняются. Самоуверенные правители чаще всего вообще не видят и не хотят видеть истинное настроение большинства в своей стране. Пропаганда гендерной свободы в одних странах или консервативных ценностей в других часто не отражает реальности. Большинство как раз обычно против любых радикальных мер перестройки общества. За такие меры обычно выступают люди около церковной. Именно они становятся опорой для правителей. Они наиболее управляемы. Настоящая религиозность дает свободу и внутреннюю независимость. Глубоко верующими людьми вообще никто управлять не может. И это справедливо, кстати, в любых религиях. Всем известны процессы, которые идут и у нас в Европе, и в других странах мира. Навязывается новая постчеловеческая идеология. Процессы эти идут сверху. И снизу часто встречают тихое неприятие или даже сопротивление. Вот, например, недавно в республике Ирландия провалился референдум о браке и роли женщины в семье. Жители страны проголосовали против расширения понятия семьи и против того, чтобы с Конституцией убрали пункт об обязанностях женщины по дому. Премьер-министр Вардакар, который позиционирует себя как гей, ушел после этого в отставку. И это при том, что общество в Ирландии вполне светское. Религия здесь никому не навязывается. И даже из той же Конституции недавно убрали статью о наказании за богохульство. Просто люди сами выбирают те ценности, которые были когда-то проповеданы им святым Патриком. Да, живут все, конечно, по-разному, но понятие греха и покаяния крепко существует в сознании народа. Грубо говоря, где право, где лево, ирландцы знают. Интересно также вспомнить Евровидение этого года, где от Республики Ирландия выступала певица, явно практикующая какие-то языческие или даже сатанинские обряды, практики, совершенно ужасные, как из ада, песни и образом. И что же, по количеству голосов от людей, именно от зрителей, она далеко не была на первом месте, а в Ирландии вообще тоже ее особенно не поддержали. Также у ирландцев очень сильная любовь и уважение к местным святым. И вот это все как бы основа народного сознания. Думаю, такое можно наблюдать, конечно, и в других странах. В Ирландии же и в Республике, и в Северной Ирландии, которая входит в состав Великобритании, много крепких приходов – католических, протестантских и православных. Пусть христиане в меньшинстве, но их тихая молитва как бы задает определенный тон. Она удерживает мир от полного провала. Особая любовь к Богородице объединяет католиков и православных по всему миру. Матерь Божия, земная женщина, через которую пришел в мир Бога-человек Христос, почитается не всеми христианами. Протестанты, например, не видят смысла в обращении к ней с молитвой. Древние же православные молитвы, например, Акафист Божией Матери, называют ее «лестницей, приводящих сущих на земле на небо». А католическая молитва Литания Лаританской Божьей Матери называет ее «дверью небесной» и «святыней Духа Святаго». Эти и многие подобные образы отражают, собственно, одну и ту же истину. Богородица является собой связь человечества с Богом и сотворенным им миром. Природа божественная и человеческая соединилась в ней, и через нее явилась миру. Поэтому и обращение к ней с просьбой молитв за нас пред ее сыном с самого начала было таким естественным для христиан. И вот так молитвами Божьей Матери своим тихим усердием христиане приводят в этот мир благодать Божию, которая, думается, одна единственная и может сейчас хоть как-то нас удержать всех от полного просто уже краха. Мы очень рады, что смогли поделиться с вами этим, незабываемым воскресным днем. Вот уже всю неделю у нас в душе звучит тихий голос, множество голосов, повторяющих по-английски, по-ирландски, по-русски. «Пресвятая Богородица, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей». Мы хотим на этом попрощаться с вами сегодня и очень надеемся на самую скорую встречу в эфире вновь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова